Сургутские дачники поддержали идею установки в кооперативах автоматов с чистой водой. Ни в одном из сотов, а и в городской черте почти 90, нет центрального водоснабжения. Люди пользуются скважинами или колодцами, но на большинстве участков вода не отвечает требованиям питьевой, и многие жители запасаются в городе. Светлана Славкина о решении проблемы. В кооперативе «Речник» модуль с питьевой водой появился только пару дней назад. Дачник Леонид Ульяновский с ним еще навы, путается в порядке действий. Но в магазин уже не ходит. Здесь дешевле. Пятилитровая бутылка 25 рублей. В городе у мужчины жилья нет. Возить запасы ниоткуда. Поэтому был обеими руками за установку такого аппарата. У нас есть скважина, большинство всех есть скважина, но вода грязная. Мы дали на экспертизу, и она не питьевая считается. А отфильтровать ее нельзя? Ну, есть фильтруют, но там надо через несколько фильтровать. Фильтровать есть, а фильтр обойдется дороже, чем вода. Лучше купить воду. Водоснабжение сургутских кооперативов – это только колодцы и скважины. Центрального никогда не было и в обозримом будущем не предвидится. Разве что дачники сами закажут проект и оплатят его реализацию. Но такое возможно лишь в теории. На деле же финансовая нагрузка просто неподъемная. Наши садово-городнические кооперативы находятся в зоне СХ. То есть это априори не жилые районы. Соответственно, обязательства администрации города по обеспечению водой этих районов нет. Даже если в частном порядке какой-то кооператив будет подводить к себе водоснабжение, что в принципе возможно, насколько внутри кооператива возможно проведение этих водяных артерий, это надо посмотреть. Пока людям остается только приспосабливаться к реалиям. В эксперименте сегодня участвуют 12 кооперативов. Модули там установят уже к началу дачного сезона. Следить за расходом ресурса будут дистанционно с помощью специальной программы, которая заранее сообщает, где требуется пополнение резервуаров. Вода для их заправки покупается напрямую у горводоканала. Она гораздо качественнее, чем из кранов, потому что не проходит путь по трубам. Плюс в самом аппарате имеется три степени очистки. Это озонирование автомата при перезаливом воды. Озонирует емкости для того, чтобы вода хранилась там в хорошем состоянии. Дальше идет ультрафиолет, через который вода проходит, чтобы устранить все возможные микробы. И механическая очистка угольным фильтром, соответственно, чтобы устранить запахи, всевозможные примеси. Модули работают от электричества. Этим и обусловлен выбор площадок для них. Ставят там, где есть доступ к сети. Не всегда это центр кооператива. Оборудованию не страшны морозы до минус 50 градусов. Но стоит ли его оставлять на зиму, пока непонятно. Все будет зависеть от спроса. Светлана Славкина, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут.